Костанайская область готовится к долгожданной жаре. Синоптики обещают, что столбик термометра в ближайшие дни поднимется до 38 градусов. Для одних это возможность весело провести время на пляже, у других могут быть проблемы со здоровьем. О том, как пережить летний зной, расскажем в следующем сюжете. На часах 15.00 столбик термометра достиг 30 градусов. Люди буквально спасаются от жары. Носят кепки и легкую одежду. Солнечная, жаркая погода в регионе сохранится до середины июня. Это связано с влиянием обширного циклона, который пришел к нам с юго-запада. В ближайшую неделю столбик термометра поднимется до 34 градусов, местами до 38. Погода ожидается малооблачной, без осадков. Только в отдельных районах из-за возникновения конвективной облачности возможны кратковременные дожди с грозами. Грозы могут быть также сухие из-за сильной жары и высокого дефицита влажности воздуха. Температура воздуха ночью составлять будет от 15 до 20 градусов. В северных и восточных регионах возможно понижение температуры в предутренние часы до 12 градусов тепла. В дневное же время температура воздуха будет прогреваться до очень высоких, в частности до сильной жары 35-38 градусов. От палящего солнца люди спасаются как могут. Гуляют рядом с фонтанами. Особый спрос на прохладительные напитки и мороженое. В такие дни не стоит забывать о правилах безопасности. Жара может неблагоприятно отразиться на здоровье людей, которые страдают гипертонией. От солнечных ударов тоже никто не застрахован. Мы должны знать, что такое лето. Лето, конечно, это очень хорошая пора нашего отдыха. И мы должны знать такие заболевания, какие у нас проходят заболевания по профилактике наших заболеваний. Это со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны у нас заболевания, таких как подъем артериального давления. Что в этот период как должны люди себя оберегать. Люди в этот период должны оберегать себя как? Должны ходить в лёгких одеждах, носить всегда головные уборы, такие лёгкие, и всегда при себе иметь бутылочку с водой. Что если где-то что-то стало им немножко дурновато, они могут отойти куда-то в теневое такое прохладное место, попить водички, посидеть где-то у нас на скамеечках. В жаркие дни излюбленными местами станут пляжи. Только вот уже есть печальные факты. За прошлые выходные утонуло два человека, в том числе 14-летний подросток. Спасатели очередной раз призывают о соблюдении правил на воде. Не купаться в запрещенных местах, не употреблять алкогольные напитки и не оставлять детей без присмотра.